Он принц из Беверли-Хилл, ставший голливудской знаменитостью. Будучи человеком в черном, он защищал мир от злых пришельцев и был одним из плохих парней, с которыми лучше не связываться. Кассовый потенциал Уилла Смита позволяет ему говорить «я легенда» уже более 20 лет. Это Голливуд, как он есть, Уилл Смит. Дрюсер, давай сюда с камеры, Жиба. Он хороший, но иногда ему крышу сносят. Посмотрите на этих парней. Ярко проявив свои актерские таланты в фильме «Плохие парни», Уилл Смит превратился уже в мегазвезду, снявшись в картине «День независимости». Этот фильм собрал столько денег, что Смит обрел статус открывателя фильмов, а в Голливуде это главное. Фильм «День независимости» вышел в прокат 4 июля. Это был первый блокбастер с участием Смита, после чего актер завел традицию ежегодно отмечать свои премьеры «Биг Билли Уикенд». Медийные навыки Смит использовал в фильме «Люди в черном». Этот проект принес новые рекорды кассовых сборов. «Люди в черном» стал новой важной победой Уилла Смита. Он еще сильнее укрепил его статус комедийного актера, и на этот раз его партнером был Томми Ли Джонс, с которым у них было немало забавных диалогов на экране. Фильм имел большой коммерческий успех. Побыв врагом государства, Смит взялся за фильм «Дикий, дикий Уэст». Все знают, что у Уилла Смита мощное чувство юмора. Что может быть лучше, чем использовать такого актера в забавном, динамичном вестерне? Таким фильмом стал «Дикий, дикий Уэст» с участием Сальмы Хайли. Мне хотелось добавить туда немного юмора, но это было нелегко, и я выяснил в ходе съемок, что просится некое соединение акшена, секса и юмора. Но не всегда это идет вместе, и приходится жертвовать одним или другим, или умудряться как-то смешивать все это в индивидуальных сценах, но это тонкая работа. После паузы «Как меняется Уилл Смит» в программе «Голливуд, как он есть». До этого времени Уилл Смит был забавным парнем. Делал боевики, умел сыпать шутками. Не странно ли, что он вдруг обратился к биографическому фильму? «Голливуд, как он есть». После первого спортивного фильма «Легенда Баггер Ванса», не ставшего кассовым, Смит добился успеха в фильме «Али». Первый фильм, за который критики особо похвалили Уилла Смита, был «Али». Это была его первая серьезная драматическая роль, где он сыграл Мухаммеда Али, из-за которой был впервые номинирован на «Оскар». До этого времени Уилл Смит был забавным парнем. Делал боевики, умел сыпать шутками. Не странно ли, что он вдруг обратился к биографическому фильму? Это была очень серьезная роль, и она вывела актера на более высокий уровень. Он должен был доказать, что может не только веселить на экране, и должен был показать, что может понравиться критикам, а не только оценщикам кассовых сборов. Режиссер Майкл Манн умеет выжимать из актеров все, и Майкл Манн добился от Уилла великолепной игры. Физические перемены, произошедшие с Уиллом Смитом, были потрясающими. Чтобы создать полноценный образ, Мухаммеда Али. Смиту пришлось произвести полную ментальную и физическую трансформацию. Туда входили тренировки по боксу, освоение диалекта, чтобы говорить с такими же особенностями, как Мухаммед Али, а также изучение ислама. На все эти трансформации ушло больше полугода. Уилл Смит знает вкусы своих фанатов, их социальную принадлежность, и всегда старается угодить им. И он решил угостить их ролями, которые им больше всего нравятся, поэтому решил сделать сиквел фильма «Люди в черном» и сиквел «Плохих парней». Внеся новый вклад в спасение человечества, Смит снялся в блокбастере «Я, робот». Доказав свои способности в комедиях, вестернах и серьезных драмах, Уилл Смит обратился к научной фантастике. Фильм «Я, робот» стал супер-блокбастером и принес свыше 300 миллионов долларов. Смит озвучивал роль в мультфильме «Подводная братва». Работа с мультиками – особая школа для актеров. Сегодня в анимации нередко звучат голоса многих известных актеров. Уилл Смит не прошел мимо этого и согласился озвучить одну из ролей мультфильма «Подводная братва». Скажем погромче, «Подводная братва». Скажем, «Подводная братва». Для Уилла это был хороший шанс увеличить число своих поклонников, подключив и детскую аудиторию. Этот мультик посмотрело много детей. Они узнали, кто его персонаж, полюбили его, и родители были довольны, ведь они, приведя детей в кинозал, слышали голос Уилла. Смит к тому времени уже обзавелся детьми, так что был в теме. В 2005-м Уилл взялся за новый жанр и снова победил. В романтической комедии «Хитч. Правила съема». Я очень рад, что нахожусь здесь, и в прошлом году, кстати, здесь была моя жена на гастролях с Бритни Спирс, и тут тоже очень понравилось. Я был в Лондоне тысячу раз на премьерах и шоу, и всегда был в восторге. Мне тут очень, очень нравится. Уилл Смит высоко держит планку кассовых сборов, и «Хитч» не стал исключением. Герой Смита помогает людям знакомиться, сам живет безлюбимый, который обретает в конце. Типичная романтическая комедия. Смит и до этого играл влюбленных, но все же не снимался в чисто романтических картинах. И все получилось. Он реализовал свои комедийные способности. Показав себя комедийным актером, Смит устремился в погоню за счастьем. Мистер Риббен, приветствую. Я Крис Гарден, а развоню из Дин Уиттер. Фильм «В погоне за счастьем» стал новым этапом в жизни Уилла Смита. У него была серьезная роль. Рядом с ним был сын Джейден, и актер был вновь номинирован на «Оскара». За фильм «В погоне за счастьем» Уилл Смит получил вторую номинацию на «Оскара». И этот фильм собрал очень много денег, и роль у актера была серьезная. Человека, прошедшего путь от бедняка до богача. Мы долго готовились к съемкам. Мой сын крутился там рядом, его мы тоже отправили на прослушивание. Так как он сказал, что готов к этому его, прослушали, прошли еще пара недель. Режиссер все отбирал детей, осталось 20-10. И вот Габриэлли Мучино со своим итальянским акцентом говорит, «Уилл, мне нужен ваш ребенок». Вот так режиссер влюбился в него. В общем, мы с Джейденом поехали в Мексику. Я пил там текилу, и все это длилось 9 месяцев. Мы проработали их вместе. Но сын заявил мне, что я обманул его. Исходя из того, что я снимался в фильмах «Принцесс Беверли Хиллз», «Люди в черном» и «Я робот», он подумал, что мы снимаем комедию. А потом понял, что драму, где ему придется плакать и так далее. После паузы, может ли Уилл до сих пор собирать залы? В программе «Голливуд, как он есть». Мы рассматривали этот фильм как маленькую драму характера, упакованную в сочный блокбастер. Но страшно подходить к этому фильму с такими мерками. Там мы делали то, что не делали раньше. «Голливуд, как он есть». В фильме «Я легенда» Смит играет последнего человека, который, оказывается, не так уж одинок. Из фильмов Уилла Смита только один напугал меня всерьез. Это «Я легенда». Не забуду этих существ, которые так дышат. Уилл Смит – последний человек на планете. Это очень страшно. Это показатель таланта Уилла Смита. Для меня это был рост актерского мастерства и такое, знаете, более решительное перемешивание вещей, в которых я был успешен, но хочется совершенствоваться. Мы рассматривали этот фильм как маленькую драму характеров, упакованную в сочный блокбастер. Но страшно подходить к этому фильму с такими мерками. Там мы делали то, что не делали раньше. Нам это далось очень нелегко. Фильм «Я легенда» стал еще одним хитом Уилла Смита. Действия происходят в постапокалиптическом мире, и Уилл Смит там одинок. Актер говорит, что это его самая трудная работа со времен «Али», так как он должен быть один. Готовясь к роли, Смит решил посетить Центр по предотвращению инфекционных заболеваний в Джорджии. А еще решил пообщаться с теми, кто пережил одиночное заключение, так как, несмотря на окружающие его большие пространства, он, по сути, в одиночном заключении. Этот фильм важен для Уилла еще и потому, что там дебютировала его юная дочь, Уиллоу Смит. У нее крохотная роль, где она играет саму себя, и в начале фильма ее увозят на вертолете. Как всякую голливудскую кинозвезду, его запечатлели в цементе у китайского кинотеатра «Грауман». Дамы и господа, приветствуйте! Уилл Смит! Знаете, цемент — это некий символ. Я бывал в этом кинотеатре в детстве, а теперь пришел сюда с детьми. Приду и с внуками. Это очень важно. Здесь бывают люди со всего света. Они увидят мое имя, мое послание им. Ведь еще бабушка говорила мне, что я должен изменить мир. Я как бы сделал важный шаг к тому, чтобы добиться этого. Я счастлив. В 2008 году Смит выступил в роли непобедимого супергероя в фильме «Хэнкок». Новый блокбастер с участием Уилла Смита «Хэнкок» собрал более 600 миллионов долларов, но был прохладно встретен критиками. Я нашел там как бы особую линию, которой нет в этих мощных блокбастерах. Не то чтобы «нет», конечно. Но я сделал особый акцент на исполнении своей роли в середине фильма и позволил герою менять ход действий, нарушая сложившиеся традиции жанра. Этот фильм о супергерое не стал для Уилла такой уж удачей. Работая над Хэнкоком, он ожидал огромных кассовых сборов, но проект не принес ожидаемого им результата. Этот фильм не типичный супергеройский, так как его герой почти постоянно пьян. Эта работа увлекла меня. Я был готов взяться за фильм о супергерое, но не знал, с чего начать. Позвонил Уилл Смит, посоветовал этот сценарий. Когда я осмыслил главный персонаж, этого депрессивного, растерянного, пьющего супергероя, я понял, что Уилл отлично справится с этой ролью и подаст ее более оригинально. Выбирая фильм, я всегда осмысливаю суть, заложенной в нем идеи. Будет ли это суть притягательной, интересной для людей? Вечер пятницы, гаснет свет в кинозале, но зажжется ли огонек интереса к пьющему супергерою? Ему это нравится. Он любит брокколи и соевый творог. Почему? Он вегетарианец. Смит и Розарио Доусон снялись в фильме режиссера Габриэля Мучино «Семь жизней». Хорошо выглядишь. Он розовый. Это лосось. Габриэля, он ведь снимал «Погоню за счастьем». Он умеет вызвать у вас слезы, слезы у мужчин. Это такая мужская мелодрама. Рассказ об отношениях с женщиной, хоть это и банальная тема. Как и в «Погоне за счастьем» герой здесь путешествует, но в конце фильм воздействует именно на мужские струны души. Габриэля умеет это делать. И сделал в этом фильме вновь... Смит чередует «Развлекуха серьез», «Развлекуха серьез». И «Семь жизней» — это серьезный фильм. Все ждали, что Смита номинируют на «Оскара», но этого не случилось. Мы можем зайти в кафешку тут недалеко. Можем обсудить. Что обсуждать? Я спасу еще четыре жизни, еще четыре. Все, я выдохнусь. Этот сценарий мне понравился с первых строчек. Его идея — смысл переезда в главного героя. И читая текст, я реагировал в основном не эмоционально, а как-то ментально. И этот материал крушил меня снова и снова. Будучи семейным человеком, Смит не ставит актерскую карьеру выше понятия «семейная империя Смита». Уилл Смит и Джейда Смит создали типичную голливудскую семью. Оба их ребенка, Джейден Смит и Уилл Смит, поют, снимаются в кино, а их родители немало критикуют за подталкивание чат в шоу-бизнес. Но, в общем-то, это естественная эволюция таких детей. Оба их родителя — кинозвезды. И дети буквально выросли на съемочных площадках. И вполне можно ожидать, что они пойдут по стопам своих родителей. С другой стороны, критики говорят, дети еще очень малы и еще не могут решать свою судьбу. А родители давят на них, навязывают свое. Мы, конечно, не знаем, что происходит в семье, но с первого взгляда ясно другое. Их дети, безусловно, талантливые. И им явно нравится то, что они делают. Им нравится находиться в центре внимания и петь песни, как это делает Уиллоу Смит, или блистать в карате, как Джейден. И родители при этом всегда рядом. Это не тот случай, когда родители живут своей жизнью, а дети своей, и ими не занимаются. Уилл и Джейда очень заботливые родители и контролируют каждый шаг своих детей. В принципе, все, в чем участвует Джейден, продюсирует Уилл Смит. Ведет его за руку. Папа заготовил для меня целую речь, и там много всяких шуток. Но мне всего 11 лет, и я нервничаю. Спасибо всем большое. С детьми работаем. Джейден снялся в фильме «Малыш-каратист». Сейчас мы оба снимаемся в фильме «После нашей эры». И Уиллоу тоже без дела не сидит. Джейда снялась в фильме «Хоторн». Так что мы шевелимся. Снявшись в фильме «Семь жизней», Уилл Смит на 4 года отошел от большого экрана и сосредоточился на решении семейных вопросов. А затем он вернулся в продолжение знакомого всем цикла «Люди в черном». Ты нанял меня, и через 14 лет после этого парень, которого ты не дал мне убить сегодня, сбежал из тюрьмы, вернулся в прошлое, организовал широкомасштабное вторжение на Землю. У нас 19 часов на то, чтобы найти его и убить. Так что вперед. Я все время работаю, развиваюсь. Иногда, как перед «Люди в черном 3», полезно затихнуть на несколько лет, потом оглянуться назад и напомнить людям о большом Уилле. Вы имеете в виду встречи «Биг Билли Викенд»? «Биг Билли Викенд», да. Молодец. Нам было интересно, учитывая опыт второго фильма цикла, найти что-то новое, удивить зрителей, завлечь чем-то необычным, например, перемещением во времени. Барри предложил Джошу Бролину роль агента Кей, и дело пошло. Мы все старались сделать этот фильм интересным, новым, завораживающим, вводя элементы, которые нравятся людям. По-моему, нам это удалось. Уилл Смит и его сын Джейден снимаются вместе в фантастическом фильме после нашей эры. Смит вернулся к жанру, который он особенно любит, к фантастике. Снимается сейчас вместе с сыном. Есть немного звезд, участие которых в фильме гарантирует ему кассовый успех или стабильное финансирование. Уилл Смит из числа этих избранных. Учтем и другое. Он афроамериканец, и это придает ему уникальности, ведь такого статуса добились немногие афроамериканцы, а среди людей своего поколения он один такой. Важная деталь. Все научно-фантастические фильмы с Уиллом Смитом стали суперкассовыми. Этот актер нравится людям всех поколений. Его фильмы бьют рекорды прибыльности в мире, а Том Круз — среди его друзей. Так-так. Будь то высокобюджетные блокбастеры или драмы типа «В погоне за счастьем», в любом случае Уилл Смит обеспечит им полный успех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...